Больше всего заболевших COVID-19 в Самаре сегодня наблюдается в возрастной группе 30-49 лет. Что касается школьников, то чаще всего болеют ученики с 5 по 9 классы. Об этом говорили на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В остальных возрастных группах наблюдается снижение заболевания COVID-19. При этом растет количество заболевших ОРВИ. 261 класс в самарских школах и 17 групп в детских садах закрыты на карантин, в основном из-за простудных заболеваний. В образовательных учреждениях, то есть школах отсутствуют по причине болезни 13 586 детей в состоянии на сегодняшнее утро или 1,1% от общего числа учащихся. Из них по причине коронавирусной инфекции отсутствует 153 человека, по причине ОРВИ 13 433 человек или 10,9% от общего числа учеников. Здесь необходимо отметить, что по причине коронавирусной инфекции по сравнению с прошлой недели на 7 человек больше отсутствует, а по причине ОРВИ увеличение составило 46%. Рост заболевания среди 5-9 классов в департаменте образования объясняют выходом этой возрастной категории школьников с дистанционного обучения. Это произошло за счет смешиваемости коллективов. При 20% заболеваемости учебные заведения закрывают класс на карантин. И с родителями проводили какие-то дистанционные родительские собрания, чтобы детей не пускали в школу с температурой? Доводили такую информацию? Было поручение? Мы с директорами такую работу проводим, чтобы на классных часах, соответственно, и руководителям образовательных учреждений в первую очередь обращаем внимание, чтобы они сразу родителей информировали и детей не допускали в школу до занятий. 594 931 человек по Самаре прошли полный курс иммунизации. Всего вакцинации охвачено 663 613 человек. Это 70,2% взрослого населения города. Особое внимание тем, кто находится в группе риска. Это пожилые люди старше 60 лет. За прошедшую неделю в этой возрастной группе прирост вакцинированных составил 11 263 человека. С теми, кто еще не привит, ведется разъяснительная работа. На территории городского округа Самары подлежит вакцинации 300 810 человек старше 60 лет и подлежат вакцинации 270 731 человек, что составляет 90%. На 6 декабря вакцинировано 186 476 человек, что составляет 62% от прикрепленного населения и 68,9% от плана. Завершается оснащение общественного транспорта рециркуляторами воздуха. К концу месяца все они будут снабжены системой очистки. С сегодняшнего дня мы начинаем установку. Просто там бригада была задействована. У нас пришли одновременные рециркуляторы и валидаторы на троллейбусы. То есть мы сегодня там валидаторы ставили. Я думаю, что до воскресенья мы все рециркуляторы на все трамваи и троллейбусы в ТТО поставим. Значит, это касательно ТТО. Касательно Самаравтогаза первая партия из оставшихся 432 рециркуляторов у нас приходит завтра. Глава Самары поручила во всех районах города продолжить контроль за соблюдением режима самоизоляции теми, кто находится на амбулаторном лечении с коронавирусом, а также затем проверяют ли на входах в торговые центры и в магазины непродовольственных товаров QR-коды. В случае нарушений составляются протоколы. Виктория Шара и Николай Епифанов. События. Продолжение следует.